друзья мои всем привет всем огромный привет ну что ж у нас с вами сегодня очередной обзор на канал ольга уралочка лайф мои хорошие будем с вами обсуждать последние сводки с полей не забывайте подписываться на канал ставить лайки ну и конечно же писать хорошие добрые веселые интересные комментарии ну что мои хорошие я вернулась я уходила в пятницу делала один только обзор на уралку и сказала о том что в пятницу поздно вечером к нам приезжают из москвы наши друзья которые приезжают к нам каждый год мы к ним ездим каждый год и собственно конечно же мы будем их встречать размещать у себя и в общем то понятное дело естественно когда они приехали я сразу сказала что выходить на просторы ютуба со своими обзорами я конечно же не буду мне не до этого а вот это понятно да поскольку надо развлекать гостей надо гостей обслуживать как ни крути в любом случае надо всегда чтобы был дом полная чаша чтобы все было хорошо чтобы гостям было гостям было удобно замечательно здорово комфортно и в общем то мы вот все эти выходные наслаждались прекрасным общением с людьми с которыми общаемся уже на протяжении многих лет дружим уже на протяжении многих лет и время провели замечательно и даже некоторые небольшие такие до дожди и ливни нам друзья мои практически не помешали особенно было смешно в субботу когда муж только-только успел приготовить мы приехали из города с ними ездили в город туда-сюда там тоже и в магазины заезжали в парке были вот не успели только-только вернулись домой только муж успел приготовить партию мяса на гриле как тут же пошел прям такой знаете хороший дождь хороший прям такой мы сначала пошли под навес а потом вообще ушли в дом собственно ну здорово вчера вообще сидели была такая классная погода здорово было все очень хорошо и конечно отдохнули посмеялись пообщались наобщались поболтали в общем настроение прекрасное хочу сказать огромное спасибо моим зрителям которые меня ждали и мне всегда ребята пишут кто многие пишут в личку в личку комментарии я допустим вижу некоторые писали вчера поздравляли нас с праздником и нашу семью спасибо вам огромное вообще спасибо за добрые теплые слова ну что ребят я вы знаете у меня есть такое правило я уже об этом много раз говорила но опять же я понимаю что каждый день на канал подписываются люди и у меня есть такое правило я никогда не смотрю если у меня отпуск или у меня выходные дни я никогда не захожу и не смотрю своих подопечных никогда уралку колес и поберуху сто процентов не смотрю вот поэтому конечно когда я пропадаю на пару тройку дней или там вообще пропадаю там грубо говоря на неделю естественно мне потом очень сложно если бы у меня был какой-то только один блогер мой подопечный на кого бы я делала обзор это было бы одно а поскольку у меня огромное количество блогеров и наши блогеры и не наши блогеры и американские блогеры то конечно мне потом приходится просто перелопатить огромное количество информации дабы так скажем войти друзья мои да и знать точно что там произошло за время моего отсутствия ну что ребят я зашла включила уралку вот эти ролики предыдущие я конечно не смотрела включила сегодняшнюю уралку и в очередной раз сейчас немножко забегая вперед да хочу сказать что знаете прям вот вообще ну просто нет слов то есть каждый раз человек с кем-то собачиться каждый раз вот куда не зайди к ней на любой ее ролик да в любой ролик ткни пальцем и она в каждом ролике на каждом мукбанке они с сарафаном будут собачиться со своими зрителями вы знаете вот для меня это просто что-то с чем-то я бы поняла когда блогер дает ответ зрителям раз в две недели раз в месяц да потому что опять же это не ни в коем случае да не не оправдашки какие-то там еще что то нет просто зрители они пишут высказывают свое мнение в комментариях блогер высказывает его на своем канале но здесь ребят эта ситуация уже просто за гранью каждый божий день уралка с сарафаном вечно недовольные начинает что-то высказывать свое фи своим зрителям уралка ну если вы такие слабые так вообще отключите комментарии да какие проблемы нет ребят будут сидеть усираться до победного до последнего не собачиться со своими зрителями короче ничего не поменялось ну что начинаем обзор на сегодняшний ролик уралки у нас сегодня гости сказала уралка друзья мои видимо никак не могла пережить гостей у галинки малинки ну как это так к малинке приехали гости друзья приехали да тут сраилки с риха не было уже очень давно и решили по такому случае видимо под эту же лавочку пригласить гостей ну ну да ну а далее далее собственно рассказывает о том что да спасибо говорит за добрые комментарии думаю ну понятно это только начало сейчас спасибо за добрые комментарии дальше будет больше так она собственно и случилось начинает наводить камеру уралка сидит в салоне автомобиля как всегда сзади друзья мои взади как бы сказала уралка и начинает наводить камеру на сарафан в этот момент голос сарафана недовольны себя показывай если честно не поняла юмора сарафан а что случилось ты чего-то боишься того что ты не пристегнулся или того что с тобой рядышком кто-нибудь сидит на переднем сиденье или еще чего-нибудь боишься а чё это тебя нельзя показать или только уралка должна позориться в этом сериале ужасном но видимо да друзья мои ну собственно как говорится что что поделать да вот уралка такая такая сама по себе такая есть у раз говорила о том что уралка понимаешь деньги зарабатываете вы вдвоем получаете вы вдвоем используете эти деньги тратите вы вдвоем опозоришься исключительно ты причем про него по большому счету никто и не вспомнит как его там зовут как его там звали и так далее а ты живешь в маленьком городке где 60 тысяч населения где по сути многие друг друга знают естественно да и твоя репутация впереди тебя бежит уже семимильными шагами далее друзья мои уралочка начинает рассказывать про грумера ты представляете уралочка опять у нас удивлена да да опять открытие случилось то открытие у нее с мажетелем друзья мои которые она увидела когда все люди уже его пили лет 15-18 подряд а теперь ой а я не знала что у нас в городе есть такие вот эти вот ну которые стригут животных ну эти гру-гру-грумери ну да слава богу как говорится родила друзья мои и на том спасибо да в общем открытие для уралки представляете оказывается у них тоже есть а грумер кстати я смотрю наш красопета все красуется в одном и том же платьюшки да друзья мои это для вас платье для вас взрослых девочек платье а для уралки платьюшки платьюшка платьюшка на маленькую фефочку только именно платьюшка вы знаете вот вот как то так да ну да ладно я короче смотрю что она все в одном и том же платье из него практически не вылезает уралочка а мне вот интересно я конечно пропустила несколько роликов что там было понятия не имею даже не заходила так вот что там какова судьба остальных платьюшка в которые ты себе тоже шил это же нам кричала шью несколько платьев будет несколько нарядов и так далее и вот собственно что как тогда авоз и ныне там далее друзья мои а в итоге отвезли дуню обкарнали дуню под лысого бобика и сидят гогочут над этой дуне ну а уралка рассказывает что вот мол так и так вот у нее такая шерсть все там скаталась она еще не дает ее вычесывать и так далее уралка ты знаешь почему скаталась скаталась по той простой причине потому что ты кошка не занимаешься сарафан вообще к ней боится подойти а ты кошку даже не вычесываешь а это нужно делать обязательно у вас длинная шерсть у кошки и мне вообще странно да странно что она этого даже не понимает она может возьмет эту щетку друзья мои раз в неделю конечно там все скатается естественно там все скатается да таких котов надо с такой шерстью вычесывать в день раз в день стабильно а то и даже два раза в день опять же но уралки не до этого ребят я сегодня узнала опять вы представляете оказывается она нас очень занятая тетенька очень тетенька занятая да мы сейчас к этому моменту перейдем я прям вы знаете даже не знаю что с этим делать вот прям вот вы знаете мне так вот стало уже просто интересно чем же занимается у нас уралочка ладно перейдем к этому моменту немножечко попозднее Далее она говорит, ой, смотрите, мы ехали в сад и увидели по пути ярмарку. Но, говорит, как не зайти, как не зайти, понеслись на эту ярмарку, и, значит, сарафаны решили прикупить, друзья мои, шортики. Шортики решили прикупить, и, значит, ну, она отправляет сарафана там, короче, в этой палатке, там палатка такая, да, где там шмотки висели, и отправляет, говорит, иди туда за ширмочку, будешь мерить шорты, он, нет, как это я туда пойду? Она говорит, да иди, иди, говорит, все туда ходят, я тоже не понимаю, что он там испугался. Ну, и тут же дает, значит, ценное указание продавцу Уралка, что, мол, у него размер 54-56, ну, то есть везде у него размер 54-56, правильно, Уралка, значит, поправляется и еще как. Ну, что, ребят, все, халява от Василька закончилась. Мешки, которые приходили два раза в неделю от Василька, закончились. Любовь к Васильку прошла, да, Василек дал по рукам, Василек не захотел сотрудничать с этими людьми, я их понимаю, и вообще это очень некрасиво, да, со стороны блогеров сначала брать товар у какой-то фирмы и расхваливать его, да, когда тебе предоставляют, так скажем, и деньги платят за рекламу, и товар дают, а потом, когда получаешь какой-то другой товар от какого-то другого бренда, брать и вот засирать то, что тебе прислали ранее. То есть получается, это говорит о том, что ты обманываешь людей. Если ты сначала нахваливала этот товар, а потом, когда тебе приходит другой товар от другой фирмы, ты начинаешь засирать тот предыдущий товар, который ты ранее нахваливала, значит, это говорит о том, что ты обманщица, что ты вводишь людей в заблуждение, заставляешь их за свои кровно заработанные покупать там вещи, а сама потом говоришь, да, не, нет, у Василька там было вообще фуфло полнейшее, ну, как случилось с Уралкой. И теперь, друзья мои, приходится на свои кровно заработанные покупать, покупать одежонку себе и сарафану, себе шить, а сарафану покупать. Вот так вот, как говорится, да. Язык, язык Уралка твой, враг твой, так оно и есть. Ну, а далее я смотрю на эти шортики. Ребята, никогда не понимала вот эти шорты, вообще не понимая вот такие шорты на мужиках. Не, ну, может быть, на ком-то, конечно, хорошо смотрятся, кто высокий, кто здоровый, кто крепкий, но все равно они какие-то вообще, ладно. Но на сарафане вот этот коротконогий, вот этот вот кривоногий, коротконогий сарафан в этих шортах, ну, это прям вообще честно. Это просто обнять и плакать из этой серии. Далее, друзья мои, Уралка рот коры там увидела, значит, то там клубника, там рассада, да, то, говорит, ой, а там цветочки еще продают. В этот момент сарафан начал на нее орать, давай, давай быстрее, нет, ничего мы покупать не будем. Правильно? Сарафан все прекрасно понимает, что они не купят. У них половина будет похерена обязательно. Ну, а далее, друзья мои, далее сарафан поорал на нее, что все, ничего не надо, я же сказал тебе, ничего не надо. И тут Уралка начинает опять выяснять отношения со зрителями, с тем самым наглым зрителем, который вообще посмел ее, Уралку, друзья мои, Мому Азизову, представляете, посмел ее в чем-то упрекать и говорит, в прошлый раз я сказала меда, кому непонятно, меда, это во множественном числе. Уралка, дура ты дура, причем дура набитая, вот просто полная дура. Вот, как говорится, да, нет слов, одни буквы. Ну, так тогда и не води к репетитору обдушку, обучай его своим вот этими словечками, да, и так далее. Уже сарафан говорит так, как ты говоришь. И обдушку, да, обдушку точно так же учи, хотя, друзья мои, какой там репетитор, там, если и сходили, наверное, пару-тройку раз. И на этом, собственно, все закончилось, если вообще ходили. Далее Уралочка приехала и рассказывает о том, что вот у них будут гости. И будем, говорит, готовить куротоб. Ну, да, ну, да, друзья мои, то самое хрючево, которое они нам демонстрируют каждый раз. Ирка со своими девками вечно наготовит этого куротоба и рассказывает, какое же вкусное блюдо. И Уралка. И знаете, при всем при этом, когда они рассказывают про свои блюда, они никогда так не восхищаются. А тут едой бедняков, едой пастухов, они восхищаются и еще заставляют других зрителей, чтобы те тоже восхищались. Да, ну, Ирке вообще плевать, у нее дочки с двухлетнего, если не с годовалого возраста, тоже хомячат все то, что едят и взрослые. Причем, да, то, что даже особо детям-то и не полезно. Ну, да ладно, вообще им все равно. Вот им все равно, что закинул, то и, как говорится, и сожрал. Далее Уралка начинает показывать, что они будут готовить. Говорит, шашлык, наверное, приготовим как раз-таки, да, в тандыре. А вот, говорит, бедро куриное, говорит, купили вот туда, вот сюда, там рыбу демонстрируют. А на что, причем, насколько я поняла, шашлык, вот это бедро куриное, они купили уже готовый. А я, знаете, все равно не понимаю, если вы сидите дома, что вам не взять, не замариновать шашлык, да? Я бы поняла, если бы вы поехали куда-то, уже куда-то, вот просто, да, уже, как говорится, все время поджимает, купить вообще готовый шашлык. Готовый шашлык, я говорю, когда вот мы покупаем готовый, это который все уже, вот горячий, да, то есть мы на протяжении уже больше 10 лет, а в одном и том же месте постоянно покупаем готовый шашлык. То есть готовый в плане не замаринованный, а уже приготовленный, да, уже с мангала. Мы его покупаем, все, мы выехали там куда-нибудь, да, вот мы приехали, сели, поели, как говорится, или домой приехали, поели и так далее. Ну, можно заказать на дом, да, все все прекрасно понимают. Но тут-то, если у вас, да, вы приехали, у вас есть время, почему бы вам самим было заранее, даже накануне, да, вечером там поздно взять, не замариновать мясо. Я, если честно, этого все равно не понимаю, да. Вы же сами знаете, что вот вы его взяли, там, замариновали, какие там кусочки и так далее, да. Нет, нет, сарафан не маринует мясо вообще никогда, друзья мои. Ну, Уралка тоже особо не хочет этим заниматься. И в этот момент, когда она начала нам показывать, демонстрировать еду, что они, значит, чем будут кормить своих гостей, на что Уралка, сарафан говорит, так, а зачем, говорит, зачем, говорит, ты сейчас это показываешь, вот потом приготовим и все. Она говорит, ну, чтобы, чтобы тоже вот кто-то вот мог так вот приготовить и так далее. Ребята, мне прям смешно стало. Уралка, ты чокнутая, ты считаешь, люди готовить не умеют? Ты ненормальная, что ли? Ты, наверное, столов не видела, как гостей встречают, как принято встречать родных, любимых, друзей, гостей, да. Ты, наверное, такого даже близко не видела, понимаешь? Мы так гостей, как вы не встречаем, как вы встречали племянницу, да, которая приехала из Сочи, которая, прежде чем сесть за кусок сгоревшего мяса, у вас там еще вкалывала на даче, бегала, тебе помогала, ты сидела жопой на скамейке, а она бегала там, вкалывала, а потом только уселась за стул, когда твой Сарафан и Обдушка сидели с недовольными мордами, а это уселась есть горелое мясо. Вот так вы встречаете гостей. Ваши, ваши посиделки мы видели прекрасно. Далее, друзья мои, она, да, что она там показала, все, а, Сарафан подготовил качели для, видимо, подружек, подружек, уселся, и она говорит, что ты делаешь, он, читая комментарии. Уралка, к чему этот вопрос? Мы уже все давным-давно поняли, что Сарафан только и занимается тем, что читает комментарии. Ну и тут начали, начали выяснять опять отношения со зрителями, начали там про Дуню, там про ролик 100 лет недавности, мол, так и так, если надо, вот за дело мы Дуню наказываем и так далее. Мы ее, конечно, не бьем, сказала Уралка, но мы ее наказываем и так далее. Я думаю, что и поддают они Дуне хорошенько, поэтому Дуня терпеть не может Сарафана. Наверное, от Сарафана ей доставалось, возможно, и от самой Уралки. Да, друзья мои, представляете, если, не дай бог, она там затреплет какие-то старые диваны, старую мебель, то Дуне за это, конечно же, достанется. Ну а далее, а далее, друзья мои, я смотрю, уселась Уралка на качеле, рядом с Сарафаном, тот задрал свои вот эти копыта выше своих ушей, воспитание так и прет, видимо, в семье так принято. Ну и начали, начали опять орать, ругаться со зрителями. Она говорит, вот, да кто вы такие, что мы должны все это терпеть? Да вы попробуйте так поотдыхать, как мы, пишите всякую дрянь, хрень, кричит Уралка. Нет, вы на диване сидите, а нам и посидеть некогда. Уралка, ты такая дура, до тебя даже не доходит, что люди, которые пришли посидеть на диване, собственно, уже отработали целый рабочий день, отпахали, да, как говорится, свое время, пришли домой, и в свое свободное от работы время они имеют полное право заниматься тем, чем им угодно. Уралка, у меня вопрос к тебе на засыпку, опять висит в воздухе. Чем занимаетесь вы с Сарафаном? Уралка говорит, нам некогда даже в комментариях посидеть. Уралка, зато тебе есть когда посидеть в моих комментариях, у меня на моем YouTube-канале, обшарить весь мой телеграм-канал, насоздавать кучу новых аккаунтов, зайти написать мне гадости, хотя в телеге эти гадости не вижу, спасибо моим модераторам, которые все это удаляют, я этого даже не вижу. И на YouTube я, кстати, зачастую вообще этого даже не вижу. Сам YouTube удаляет ваше говно, то, что вы пишете. Ребят, это что-то с чем-то. Два пахаря упахались. Нет слов.